Итак, добрый день всем! Сегодня с вами Станислав Орехов и сегодня моя задача, моя цель показать вам систему роста с нуля до миллиона роста не только в деньгах, но и в профессиональной части Если вы дизайнер, если вы творческая личность, либо каким-то образом связана с творческой профессией, то эта информация будет для вас полезна В этом видео я хочу сейчас резюмировать некий свой опыт, который у меня был на данный момент более 15 лет И как я понял вообще на примере своего развития, как можно и как нужно сделать, что нужно отработать в себе для того, чтобы спокойненько, потихонечку получать самых лучших клиентов, постепенно повышая свой доход либо наоборот сделать рывки и доход повышать кратно примерно каждый год У меня это получалось, когда я внедрял новые навыки и об этом я сегодня вам буду рассказывать для того, чтобы у вас было полное и детальное понимание, как же зарабатывать на любимом деле и как это сделать максимально быстро Итак, начнем Давайте я покажу сейчас наш экран Выглядеть он будет примерно вот так Я сейчас буду рисовать и, наверное, буду какие-то основные мысли рассказывать То есть первое, в чем суть системы Мы назовем это система Система И почему система? Потому что просто какие-то разрозненные знания, навыки не работают Работает всегда какая-то конкретика, соединенная в единую структуру Вы, наверное, видели, знали и даже, может быть, сами участвовали в различных мероприятиях Когда есть человек и есть компания, которая что-то рассказывает, показывает и показывает это на своем опыте Вот не всегда это получается применить Почему? Потому что обстоятельства очень разные Ситуация совершенно разная То, что получилось у человека, даже самого талантливого, не всегда вы можете применить для себя От чего это происходит? Не потому что тема у него не работает, либо у вас не сработает А потому что просто нет системы получения информации и получения навыков Поэтому самое важное, на что стоит обратить внимание, есть ли система или нет Сейчас мы об этом тоже будем говорить И вы увидите, как мы видим, в каком вопросе всю эту тему имеет смысл держать в голове Для того, чтобы с этим работать Систему, называл я ее нескромно, так и назвал Я думал, какое название, кстати, еще может быть какое-то Допринимаются, пока я назвал ее «Система Орехова» И я сейчас расскажу, в чем заключается ее целостность и в чем заключается ее суть Итак, тоже одна из основных позиций – это то, что я верю, я знаю, я видел на своем опыте Что все, что мы имеем на данный момент в финансовом плане, в творческом плане Оно очень сильно влияет на нас по трем вещам Первое – это наш масштаб мышления То есть у нас должно быть видение Вот это вот такая избитая, изъезженная история Когда помечтай, подумай, посмотри И многие на этом останавливаются Тогда тема не работает, и они говорят, что это какая-то непонятная история И что-то тут нам воду какую-то льют На самом деле нет, потому что от мозга, от нашего мозга Очень сильно зависит, куда и как мы стремимся Если я, допустим, когда в начале своего пути Не понимал вообще, что есть люди и как они зарабатывают себе на квартире Я просто у меня в голове это не укладывалось Когда я получал маленькую зарплату Там стандартного сотрудника, на данный момент это где-то, наверное, 30 тысяч рублей И вроде я делал свою работу, но я не понимал, как за такие деньги можно вообще заработать себе на квартиру А мне хотелось, естественно Я просто это физически не понимал И у меня, соответственно, не было цели У меня не было инструментов, я не знал, как и куда стремиться И в какой-то момент я еще подрабатывал дополнительно извозом Тогда не было такси, которое можно было заказать по мобильному Тогда я заказывал именно уже работу Ну просто ездил, да, человек поднимал руку и я его подвозил И как-то раз я встретился с одним парнем И мы разговорились, он был тоже молодой, как я примерно там около 19-20 лет И стали там что-то обсуждать Он мне рассказывал, как он какой-то автомобиль покупает Его автомобиль, который он покупает, он стоил дороже, чем квартира Я говорю, слушай, мне вообще непонятна эта история Каким образом ты покупаешь? То есть на эти же деньги можно квартиру купить И знаете, что он ответил? Он мне ответил, а у меня уже как бы есть квартира, зачем мне еще одна? И для меня это был просто разрыв шаблона Вот в тот момент я очень сильно для себя четко понял, что есть вообще какой-то другой мир Есть какие-то другие люди Он там не бандит, он не украл эти деньги Но он оказался спортсменом, да То есть он участвовал сам своим трудом, зарабатывал там в Олимпиадах или где-то И плюс у него был некий бизнес, то есть его не родители дали И просто он заработал Я понял, что есть совершенно другой мир И самое главное, есть совершенно другой образ мысли Когда для меня то, что является вообще несбыточной мечтой Для него это даже не надо, потому что у него уже это есть У него уже есть квартира И теперь у него уже другие приоритеты Вот тогда я немножко задумался об этом И понял, что где-то ограничения у меня в мозгу И где-то ограничения вообще, что можно, что нельзя Вот самое главное Я также беседовал с большим количеством предпринимателей Моих знакомых И у каждого был вот такой вот в голове Такая история, что я не вижу, куда идти Я не верю, что я могу дойти У меня нет как бы понимания, что это возможно От этого мозг не строит решения Не придумывает какие-то идеи И не видит, как это реализовать И наоборот, когда ты уже там заработал, не знаю, 100 тысяч, 500 миллион Когда ты, допустим, сделал проект неоднокоментной квартиры А, допустим, премиум-сегмент У тебя уже это не вызывает каких-то вопросов Я вот рассказывал ранее Я в самом таком возрасте, достаточно юном И в плане себя лично, как человека И по профессии я достаточно рано сделал первый премиум-сегмент У меня просто так сложилось обстоятельство Для меня это стандартная история Для меня общение с миллионерами, с миллиардерами Не доставляет какого-то дискомфорта Как кто-то там вообще не может два слова сказать То есть мне это нормально Хотя я никогда не был Никогда не общался с такими людьми Просто так получилось И то, что так можно с ними общаться Что можно спокойно обсуждать какие-то темы Что можно человеку, у которого дом там за 50 или 70 миллионов евро Спокойненько там строить, показывать и не соглашаться То есть у меня как бы, для меня это нормально Для многих нет И поэтому мне спокойно Я сейчас работаю с миллионерами, с миллиардерами В принципе, у меня не доставляет это никаких трудностей А у кого-то, ну, может быть, вы по себе тоже можете следить То есть сумма, допустим, там, сделки там в 5 миллионов, в 10 миллионов, в 20 Она какая-то вообще непонятная и вот стопорится Вот, от чего это происходит? Это происходит вот от этой первой части, первой сути, когда у нас нет понимания И если у вас такое есть, отследите это в себе Напишите в комментариях, есть ли у вас такое Ну, был ли у вас какой-то случай, может быть, наоборот, когда вы поняли, что можно все И в целом пригород нет Это вот первая тема для роста, которая должна быть обязательно Окей, с этим разобрались Теперь второе Для того, чтобы добиться какой-то цели, у нас есть такое понятие Давайте я сейчас наберу масштаб 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 мышления А вы напишите обязательно, были ли у вас такие случаи, примерно, как у меня Мы сейчас делаем так же книгу И самые интересные ситуации я буду рассматривать И с удовольствием так же могу с вами пообщаться тоже в интервью Либо просто там с подписью могу тоже, как пример, как некий кейс для иллюстрации показать Потому что это одно из самых основных Также я общался с коллегами, кто тоже работает и в дизайне, и в других сферах И у каждого был такой момент Я вот с удивлением обнаружил, что примерно такой переломный момент, веря в себя, он есть у каждого Так, это первая часть Второе, что, как некая аксиома, это навыки Навыки Навыков примерно у нас 7 Ну не примерно, в моей системе В системе, давайте еще раз очерчу, в системе Орехово Их 7 Почему 7? Ну вот потому что 7, красивое число 5 много 10, наоборот, 5 мало 10 много, 7 отлично На самом деле это шутка, конечно Я сейчас покажу именно, какие навыки у меня были востребованы и как их получить Значит, первый навык, навык номер 1 Это план План, стратегия Что такое план и стратегия? Это то, вот у нас есть понимание Окей, мы хотим, допустим, неважно что, мы хотим любую цель достигнуть Мы хотим либо денег заработать, либо стать дизайнером, либо стать редактором, заменитым художником Кем угодно В целом у нас какая-то есть цель и понимание Сначала мы поняли, что масштаб мышления у нас тоже есть Мы поняли, что в целом есть люди в мире, которые этого достигают вообще И как бы мы, значит, тоже, скорее всего, сможем к ней прийти Да, я, кстати, прошу прощения, наверное, там что-то писал, показывал, да, вот только сейчас это видно Окей, вот покажу, что я написал Это вот масштаб мышления и навыки Итак, масштаб мышления У нас, короче, есть это понимание, все понятно Окей, мы с собой договорились Мозг уже готов действовать У нас есть, тут еще, кстати, очень важная вещь, коучинговая Я сейчас тоже с коучами работаю, изучаю технологии, в том числе Сам прохожу, сам общаюсь Меня коучат ребята И Константин Опекун, очень хороший, кстати, специалист Ну, рекомендую У него есть программа специальная И вот мы с ним тоже работаем Вот я ему помогаю, там, по его теме, там, по книге, по систематизации А он мне помогает, в том числе, очень хорошо, ну, как бы, выстраиваясь Какие-то вещи, которые, в принципе, я сам знаю Но вот когда со стороны, всегда оно как-то выгоднее Так вот, он говорит о том, что есть, ну, такая история То есть, 10, так называемая, бальная, 10-бальная система Исчисление, насколько тебе нужна тема или не нужна То есть, вот масштаб мышления Первое, что должно быть Тебя должна цель зажигать То есть, такое есть упражнение Насколько от 1 до 10 тебя зажигает эта именно цель Ну, то есть, надо себе прямо ответить Если зажигает примерно на 5 баллов То, может быть, эта цель не та Если на 7, 9 тоже, ну, 7-8 тоже может быть не то Вот если 9-10 или обязательно нужно ее делать Вот вы уверены, то это то, что надо То есть, это вот первая часть, которая нужна То есть, насколько зажигает Это первое здесь И второе, очень важная вещь Это то, насколько мы готовы на данный момент работать над этой целью Потому что, в целом, нам, ну, может быть, интересна, да, какая-то история Что она нас зажигает Но вот мы не готовы действовать Например, мы хотим к себе, там, к лету хорошее, красивое, спортивное тело Но каждый день в спортзал не готовы ходить Вот, соответственно, готовности нет То есть, второй момент Это тут надо тоже себе дать отчет точный На сколько от 1 до 10 мы готовы действовать Вот эти вот две вещи должны быть Это можем решить только мы сами Потому что кто-то говорит У меня нет времени Это не сейчас Там, это позже Это потом Вот, на самом деле, это все Ну, как бы, такие некие отговорки являются Время всегда есть Оно всегда находится на то, что нам нужно Соответственно, если нет времени Чаще всего это не нужно Либо у нас какие-то есть обязательства Уже связанные с предыдущей какой-то историей Которые говорят о том, что Ну, мы не можем сейчас начать Но тогда это тоже решаемая история Мы можем отстрочить эту, например, тему То есть, начинаем точно тогда запланировать время И больше другие проекты не брать на это время Если мы берем все равно Приходят новые проекты Какие-то новые идеи на это время А та тема откладывается Значит, ну, не сильно-то вы и хотите Это тоже нормально Не все хотят достигать Там, не у всех получат Это тоже окей Люди разные Если вы для себя принимаете решение Допустим, ну, или я Быть для себя принял решение Что я не хочу к этой теме идти Ну, и ладно, значит, не хочу То есть, тогда можно не дергаться Получать удовольствие И работать там с тем, что есть Это тоже нормальная история Так, давайте тогда вернемся дальше Итак, у нас есть, допустим Эмоциональная составляющая Мы точно хотим есть Идти к этой теме И у нас есть второе Это готовность к ней идти Вот, поэтому технология отлично Константин Апекун Спасибо, да, за эту историю И двигаемся дальше Теперь, когда у нас есть понимание Что нам нужно? Первое, что нам нужно Это план Это навык То есть, навык построения плана Что такое план? План – это то, как мы будем двигаться к цели Чтобы был план У нас должно быть понимание вообще Куда мы идем, да, некая цель Мы должны понимать, какие у нас Шахматные, допустим, фигуры есть На доске, да С чем мы работаем? Кто есть клиенты? Какие есть у нас возможности по услугам? Какие у нас есть примеры по заработку, допустим? То есть, нам нужно понимать всю картину целиком То есть, план или картина целиком Давайте я нарисую такой вот Не знаю, земной шар Вот такой вот примерно, да То есть, это понимание всей картины целиком Дальше Я своего места в этой картине Где мы сейчас находимся И куда мы хотим прийти Итог Что это такое? Давайте приведу пример Допустим, если я на данный момент являюсь фрилансером У меня доход, например, 50 тысяч рублей в месяц Я выполняю проекты И хочу стать, например, предпринимателем Который все автоматизировано То есть, это достаточно долгий, амбициозный план То есть, это в идеале, куда я хочу прийти Но у нас есть какие-то следующие шаги И у каждого человека Который находится на текущем положении У него есть все равно какие-то свои шаги Что ему нужно сделать, для того, чтобы этот план был осуществлен Допустим, в пределах одного-двух лет, например Это же возможно в целом? Возможно Есть план Если я вот на этом этапе здесь фрилансер То следующий мой этап будет начать Привлекать клиентов Хоть как-то, помимо сарфанного радио То есть, сделать сайт, сделать самопрезентацию СП Напишу самопрезентацию Плюс у нас есть привлечение клиентов Научиться как-то клиентов С ними договариваться И превращать из потенциальных в реальных Это то, что нужно сделать в первый момент Также, допустим Может быть, уже делегирование Вот еще одну вещь напишу Базовое делегирование Это не то, что ты систему строишь Это нужно хотя бы взять помощников себе каких-то Для того, чтобы какие-то рутинные задачи Операции сдавать То есть, это навыки Вот здесь потребуются нам Для того, чтобы осуществить вот эти вещи И теперь, внимание Самое важное, что зависит то Насколько фрилансер вот этот готов вообще двигаться К цели, да, к своей Или не готов Потому что здесь он может на самом деле Ну, свесить лапки и сказать Я вот не умею, мир не тот Все не получается И вообще мне все должны А может понять и осознать четко У меня нет сейчас на данный момент Таких-то знаний, навыков У меня проблемы, допустим, с самоидентификацией И с пониманием, что у меня нет ключевого отличия от конкурентов У меня нет твердого продукта У меня в портфолио нет хороших каких-то работ И значит, я должен над этим работать Это только от человека зависит Нет какого-то волшебства Я просто показываю сейчас Ну, как бы некую стратегию Которую мы приходим И... Ну, человек только сам может решить Хочет он делать этого или не хочет Я говорю, что есть как бы некий просто план Двигаемся дальше И хочу разобрать следующий пример Допустим, вы не фрилансер А уже достаточно успешный специалист Да, что делать в этом случае? Как поступить? Как тоже правильно перейти К следующему уровню Допустим, вы являетесь специалистом уже хорошего уровня Вы зарабатываете, например, 100 тысяч Давайте возьмем в месяц У вас есть уже проекты У вас есть идеи У вас есть уже там пару сотрудников Да, с которыми вы работаете Два человека в команде У вас есть постоянные клиенты Которые у вас заказывают постоянно Также к вам приходят люди там по сайту То есть у вас уже в целом нормально Какой следующий шаг может быть? То есть вы где-то здесь находите Следующий шаг может быть и должен быть в двух вещах Это в систематизации Того, что уже работает в команде Для того, чтобы освободить свое время И не посвящать постоянно время На выполнение рутинных операций Которых у такого руководителя, как правило, очень много Может быть снять офис Может быть офис не надо снять И наоборот сделать удаленный формат Максимально удобный Максимально выгодный для себя и для сотрудников И также нужно наладить, естественно, привлечение клиентов Потому что, ну, здесь вот специалистов Которые действительно хорошие специалисты У них чаще всего есть такая проблема Что клиенты приходят только по рекомендациям Либо через серфанное радио Либо через выступление Вот у меня так было И здесь очень важно подключить Лидогенерацию И она подключается через упаковку Как это сделать? Это сделать просто, если ты понимаешь себя Но понять себя достаточно сложно Соответственно, следующий, получается, шаг Это понимание себя То есть навык нужно развить Посмотреть на себя с другой стороны То есть это тоже развивается И дальше уже по технологии внедрителя Продажи, внедрить управление Внедрить систематизацию То есть это будет следующий шаг Следующий шаг позволит выйти на доход Допустим, 300 тысяч рублей Не сразу, естественно Но через какое-то время Когда навыки будут уже внедрены И дальше это уже будет масштабироваться То есть, по сути, построить крепкий фундамент Хорошего специалиста Для того, чтобы двигаться дальше Уже там более 500 и миллион регулярно Подключение других услуг Что тут может остановить? Остановить может очень простая история Что человек достиг каких-то результатов Он считает, что они нормальны И считает именно такое поведение Именно такой склад ума и характера Его привела его к таким результатам А значит, у него есть многое Что-то сейчас синится в руках И ему потерять что-то тяжело Не хочется Это как бы такую злую шутку Играет сознание с нами Со мной тоже у меня точно такая же была история Когда я достаточно долго игнорировал Именно продажи через активные Это на самом деле не продажи Это по сути, если ты делаешь хороший продукт Какой-то у меня хороший продукт То есть моя система, она очень крутая Поэтому я сейчас рассказываю Как будто экспертном видео На самом деле очень правильно сделать рекламу Настроить, чтобы это видео тоже видели Как можно больше людей Для того, чтобы они тоже поняли, как мыслить Вот в этом части я был не очень развит Потому что я всегда делал работу И думал, что я молодец И что люди ко мне придут То есть это нормально Но в какой-то момент надо сказать стоп И понять, что ты что-то не знаешь Что-то ты упускаешь И ладно бы даже это Если тебя все устраивает, ничего страшного Все нормально Но ты просто теряешь по сути на данный момент связь с аудиторией И это потихонечку идет стагнация А потом уже упадок Потому что новая аудитория растет Люди меняются Мир меняется И ты либо успеваешь, либо не успеваешь А чтобы успевать У тебя должно быть время на то Чтобы все тенденции последних успевать отслеживать А времени у тебя не будет Если ты постоянно погружен в профессию И в итоге ты становишься супер профессионалом Я очень часто встречал 20 и более лет в опыте человека Супер максимальный эксперт в своей теме Но у него там даже сайта нет Когда ты спрашиваешь, чем ты занимаешься вообще Он тебя начинает грузить вот таким вот трехэтажным списком наград регалий Но ты говоришь, дай сайт посмотреть, покажи, расскажи сколько стоит Он начинает говорить, что все индивидуально, все надо считать То есть типа ты сначала приходи, а потом я тебе буду все считать Да, с его стороны это все правильно Но со стороны человека, со стороны клиента потенциального Он не будет с таким работать Он выберет скорее простой, понятный, менее опытный сайт какого-то исполнителя Который там где-нибудь отучился и сделал упаковку себе И будет с ним работать А потом этот исполнитель, получив контакт, получив клиента Наймет уже этого человека, да, суперопытного И уже перепродаст его по сути клиенту Вот чтобы не быть тем человеком, которого покупают И потом не злиться на мир из-за этого Нужно самостоятельно тоже это делать Да, тут самая большая проблема Самая сложность заключается в том, что ты Ну, как бы ты все это понимаешь, вроде как, но ты с этим не согласен И тебе кажется, что нет, со мной это все нормально Это вот мир какой-то не такой С таким, к сожалению, ничего не сделать То есть очень сложно, очень дорого Это как-то исправить, если человек не хочет слушать и не согласен Вот с такими, в принципе, я не работаю То есть человек должен сам дойти до какого-то края Как правило, такой край наступает, когда либо здоровье подводят Либо деньги кончаются, либо приходится всех распустить И в этой ситуации уже ты бегаешь, когда пока петух не клюнет Да, ничего не произойдет Вот примерно до такой ситуации многие люди доходят Потом надо что-то делать Вот лучше, чтобы до такой ситуации не доводить То есть в том числе мое видео сейчас направлено на то, чтобы объяснить Как оно вообще бывает Чтобы кто-то задумался о том, что где-то что-то можно улучшить А улучшить можно всегда по навыкам все И начать уже действовать Вот, поэтому вот эта часть у нас Значит, первый это план Понимание своей ситуации, где ты сейчас находишься Убрать свои страхи, тараканы и проблемы, которые есть Понимание, что чтобы делать что-то и выходить на следующий уровень По профессии, по деньгам и вообще по удовольствию от жизни Чтобы быть на одной волне с этим миром И даже на гребне Быть тем, кто тенденции устанавливает А никто им следует и пишет негативные комментарии в интернете Чтобы быть самым главным в этой теме Нужно меняться И изменение мышления идет только через себя Никто вас не заставит И меня тоже никто не заставлял Я сам решил двигаться вперед Выступать, записывать видео Делать рекламу и так далее Мне это все интересно, помимо в том числе Мы делаем проекты и профессиональные части Это есть естественно Я там тоже участвую как арт-директор Встречаюсь с клиентами Каждую неделю вообще проводим это все Но параллельно этому мы еще делаем другой большой пласт работы Вот это обязательно нужно И это никто не заставит делать Дальше Значит, с планом, надеюсь, все понятно Тут еще много чего То есть тут идентификация Понимание своей уникальности Личный бренд даже, да, какой-то Понимание финансовой какой-то модели То есть куда стремиться, да, что делать Ну, в общем, план должен быть у всех То есть у начинающих должен быть Просто вся картина целиком И какой следующий шаг У продвинутых, опытных Картина должна быть Исходя из текущей ситуации И тоже какой следующий шаг Это надо получить обязательно Для этой цели вот у нас есть Отдельный специальный курс Который я записал Он недорогой Там в районе 3-4-5 тысяч рублей Он стоит на 4 часа примерно Где вы полностью сможете увидеть Если захотите Полностью весь этот путь Там 5 уроков получается По минут 30-40 Где вы простраиваете Путь 0 50 тысяч 100 тысяч 300 тысяч 500 и миллион Вот какие навыки Знания должны быть Если будет интересно То ссылка в комментариях Там вот У вас будет полное понимание Полная ясность ситуации Абсолютно точно Я это сделал специально Чтобы таких вопросов Больше не возникало Вот поэтому Если тема интересна В комментариях будет ссылка Но давайте мы идем дальше Собственно Что же мы останавливаемся Достигнутым Не будем останавливаться Идем к следующей цели И следующая цель у нас будет Не цель вернее А навык Значит навык 1 Навык 2 Давайте я перенесу Вот здесь вот Навык 2 у нас будет Навык 2 Навык 2 это профессия Профессия Что это такое? Это значит вы точно должны Делать свою профессию хорошо Еще можно назвать это продукт Про-дукт Вам должно быть не стыдно За свой продукт То есть видите с каким энтузиазмом Я сейчас рассказываю про эту тему Да Если бы это было что-то такое Не очень хорошее Если бы я не был бы уверен На 100% что это Польза принесет В десятки А то ли в сотни раз больше То что я даю людям Чем там эта стоимость Я бы так уверенно не рассказывал Вот с такой эмоцией С таким вдохновением Тоже вы должны Свой продукт рассказывать Очень простой тест Купили бы вы сами свой продукт Посоветовали бы вы его маме Там бабушке Кому-то Да родному человеку Либо сказали нет Там надо заказать где-то еще Действительно ли ваша работа Действительно То что вы делаете Оно является максимально Качественным Крутым И полезным Действительно ли то что вы делаете Оно действительно Приносит пользу Людям Гораздо большую Чем Ту стоимость Которую они платят Если это так То этот путь уже пройден Это отлично К сожалению Не все Ну вот по опыту тоже Не все дизайнеры Разбираются вообще в продукте То есть многие выходят Допустим из Вуза Из учебных заведений Любых Они не знают Да не знают что такое там Втройка Не знают что такое авторский надзор Не знают что такое комплектация Управление строительством Ну то есть в целом Вообще даже не разделяют Это все Их нигде этому не учили Их нельзя тоже в этом винить Но хотя бы надо посмотреть видео Хотя бы надо посмотреть Там в интернете Как это делается Надо понимать Вообще базовые какие-то вещи есть Да что есть дизайн проект Есть комплектация Авторский надзор управления И это 4 разные вещи Нельзя их объединять Да их можно объединять Для продажи для клиента Да чтобы это было как-то Удобнее ему Но внутри всю бухгалтерию Все финансы Если ты не делишь что ты не понимаешь, что у тебя происходит, у тебя просто финансового планирования нет. И я считаю, что каждый профессионал должен в этом разобраться. Вот это тоже сюда, то есть разобрался ли ты вообще в этой теме, большой вопрос. Насколько ты уверен в качестве своего продукта, в последовательности своего продукта? Знаешь ли ты, какие этапы согласования должны быть? Знаешь ли ты, как правильно согласовывать? Знаешь ли ты, что делать, если клиент не принимает? Как ты будешь рассчитываться с сотрудником, если клиент не платит деньги, и ты не можешь ничего сделать? Ты приходишь на объект, там тебе прораб начинает вешать какую-то лапшу на уши, и еще просят поменять, и еще капают клиенту, что ты что-то делаешь не то. Вот как с этим всем справляться? Ты это либо знаешь, либо не знаешь. И ответы профессионала здесь должны быть профессиональные с точки зрения именно профессии, именно качества работы. Не в стиле, что не хочешь, не заказывай, а зачем вы тогда меня позвали, чтобы говорить мне, что делать. А в стиле, что человек может ошибаться, он ошибается не со зла, не потому, что он какой-то проблемой, а в силу того, что у него просто получается нет какого-то другого видения. И по сути, если вы профессионал, то вы должны уметь давать видение клиенту, уметь давать видение подрядчику, строителям, всем вот то видение, тот план, который мы обсудили. Тогда все будет отлично, тогда будет эта история работать, и тогда все будет хорошо. И это наша профессиональная обязанность, к сожалению, многие тоже дизайнеры не делают то, что надо. Не делают по той причине, потому что считают, что они это не должны. А вот нужно, это тоже элемент продукта, это тоже элемент качественного, полезного, понятного сервиса. Поэтому вот вторая модель, это продукт, так вот обведу красненьким. Есть ли у вас плюс или минус? Напишите в комментариях, тоже очень полезно, насколько вы довольны своим продуктом, насколько он внутри собран, насколько вы умеете делить этапы на части, насколько вы умеете с этим всем работать. Это навык, то есть навык создания продукта, это тоже навык. И хочу, чтобы тоже было понятно, чтобы создать качественный продукт, там есть алгоритм, как его создавать, что там должно быть, как разделить на части, это тоже надо уметь делать. А после того, как ты сделал, уметь это объяснить, почему именно каждая часть полезна клиенту. От этого, если ты понимаешь свой продукт, ты можешь объяснить его пользу. В чем заключается польза каждого из этапов? Вот я сейчас рассказываю, например, мой продукт будет 7 навыков, вот система Орехово, допустим. Я могу спокойно рассказать, объяснить, из чего складывается каждая часть и какую пользу она несет. Полезен план? Полезен, потому что если плана нет, непонятно, куда ты идешь, и ты не дойдешь до конца. Полезна профессия делить на части? Полезна, потому что деление на части, ты сможешь с этой помощью лучше согласовывать, быстрее защищать проекты, и сможешь также быстрее и четче объяснять это все на продающей презентации, допустим. Соответственно, ты будешь зарабатывать. Вот каждый навык я могу объяснить. Также здесь в продукте есть тоже части, которые надо объяснить. Но сейчас мы углубляться не будем, надеюсь, идея просто понята здесь. Третья часть, третий навык – это, давайте назовем это продажи. Продажи, они делятся на две части, давайте даже не продажи, а все-таки привлечение клиентов. Назовем это так, потому что продажи – это будет четвертое. Привлечение клиентов. Что такое привлечение клиентов? Это как раз из чего оно состоит? Оно состоит из упаковки. Упаковка. Что такое упаковка? Это то, что ты делаешь, тот твой продукт, который есть вот здесь, он объяснен не с точки зрения, что вы думаете, а с точки зрения клиента, с точки зрения боли и потребности. Это тоже технология, которая позволяет нам правильно общаться с клиентами и правильно им рассказывает вообще, что происходит вообще в целом в жизни. Не в жизни, а в той теме, на которую он идет. Если это дизайн, то в дизайне. Если это редакторская работа, то там. Если это фильм снимаем, то какие более проблемы у него есть и как наш продукт это решает. То есть это по сути то, как решает наш продукт вот здесь в профессии. Вот этот продукт решает проблемы клиентов. Здесь нам нужен, естественно, продукт. Бесполезно делать упаковку, если продукта нет. Понятно, что это все вместе. Бесполезно делать профессию и продукт, если плана нет. И бесполезно делать следующую часть продажи, если у тебя упаковки нет. Вы сейчас увидите, что это все взаимосвязано. То есть все эти вещи, они как бы вот так вот взаимосвязаны, они идут последовательно с этой историей. Так, давайте лишнее уберем, чтобы она нам не мешалась. Так вот, упаковка в привлечение клиентов и лид-генерация, лид-ген. Это такой маркетологовый термин, что он под собой подразумевает Это то, что мы захватываем внимание человека Где это может быть социальная сеть, соцсеть, ютуб канал и так далее То есть интернет это может быть, давайте назовем это IT Также это может быть социальная, не сеть уже, а социальное общение Это вот нетворкинг, когда мы встречаемся, общаемся с людьми То есть у каждого из нас есть некая сеть, цепочка знакомых И если у нас есть цепочка знакомых, у этой цепочки знакомых еще есть цепочка знакомых То есть мы можем через людей выходить, искать нужные контакты Это очень распространенная история, когда знаешь ли ты кого-нибудь, которому тема может быть интересна Давай встретимся, мы поговорим Многие любят встречаться и говорить, это вот сюда То есть здесь они выявляют потенциальные интересы, дальше уже начинают продавать В IT это все-таки директ, директ больше реклама Там нужно изучать алгоритмы и технологии фейсбука, инстаграма, вконтакте и ютуба Для чего? То есть тут потребуется отдельный технический специалист Который наши идеи донесет в понятную для такой глобальной корпорации тему Чтобы она привлекала клиентов Фейсбук, ютуб и другие сервисы, они настроены так, чтобы помогать нам продавать Если мы загрузили туда правильную информацию Поэтому для того, чтобы привлекать клиентов, здесь по сути надо правильную информацию загрузить А чтобы ее загрузить, у нас должна быть упаковка Мы должны сами понимать, чем мы отличаемся, какой у нас продукт, какой у нас путь, какие наши клиенты и так далее То есть это все взаимосвязано Тут нет какого-то волшебства, это просто работа, вы же видите, это навык Так вот, навык создавать такие цепляющие заголовки, цепляющие креативы в виде видеоизображений И картинок проектов И написать это не просто самый лучший, допустим, дизайн Мы сделаем лучше всех, да, это голословное заявление А именно доказать, чтобы это отразилось в голове, в эмоциях клиента Тогда он только придет и заинтересуется Это еще не продажа, деньги он еще не принес Это только первый контакт Так же, как и с человеком, первый контакт мы осуществляем Если с кем-то познакомились, не значит, что он уже купит Да, и также еще здесь работает схема Это любые офлайн вещи, офлайн Это примерно то же самое, должно быть какой-то заголовок Но тут давайте возьмем, не знаю, какую-нибудь трибуну, да, например Да, это может быть конференция Микрофон попытался нарисовать Это может быть выставка Это может быть какие-то билборды Ну, то есть все, что касается именно офлайн мероприятий Итого у нас офлайн есть социальное, личное, да, знакомство И есть интернет Все это нужно делать Но не обязательно все, что-то из этого, но с чего-то этого можно начинать Можно начинать то, с чего вам больше нравится, что больше работает У меня работает офлайн, это выступление отлично Персональное, социальное у меня меньше работает Ну, то есть редко с кем я встречаюсь И потом он становится моим клиентом Ну, потому что все, что мне нужно сказать, я рассказываю здесь Вот директ я сейчас изучаю То есть нужно изучать все эти вещи, естественно Постепенно на их вкладывать свой бизнес Но начинать можно с одного, потому что все вместе невозможно выучить Там в один месяц Это такая тема на полгода, на год Это тема на рост Я сейчас просто показал это как элемент того, куда можно и нужно стремиться И это тоже имеет смысл изучать Недосконально, нам не нужно в рекламном кабинете самому будет настраивать Нам нужно только понимать принципы, как это работает в целом Для того, чтобы уметь выбрать и проконтролировать подрядчика Так вот, результатом вот этого навыка Навыка лидогенерации вот здесь У нас будет что? У нас здесь будет толпа клиентов Определенных потенциально Это еще не реальные клиенты Давайте я вот знак вопроса вот им тоже еще здесь поставлю Даже три штуки Что это значит? Это значит, что в целом им мы интересны Им в целом интересны наши предложения Но они еще не покупают Теперь с ними надо поработать для того, чтобы они купили Навык, чтобы у нас была вот эта вот наша дверь, домик Чтобы перед нашим домиком была очередь клиентов Это навык лидогенерации Понятно, если это тема, то отлично Напишите, как у вас с этой историей Напишите, делаете ли вы лидогенерацию Разбираетесь ли? Если да, то в какой теме Вы делаете больше социальную рекламу Делаете между собой как-то По знакомству передаете из рук в руки Либо вы выступаете за счет этого Тоже привлекаете потенциальных клиентов Будет очень интересно почитать Напишите в комментариях Окей, идем дальше Допустим, ну как мы с вами видим У нас все идет по плану Мы после того, как поняли, что мы делаем Мы это упаковали Мы сделали дегенерацию У нас сейчас вот есть наш дом И у нас есть толпа клиентов Которые в целом бы неплохо им купить Они готовы покупать Но еще не уверены Будут ли они покупать или не будут Что делать дальше? Дальше у нас есть четвертый навык Почему зелененьким? Давайте, чтобы быть последовательными Нарисуем это все Так же синеньким и красненьким Обведем Так, четвертый навык у нас В чем суть четвертого навыка? Это продажи и переговоры Продажи, напишу Продажи и переговоры Это два очень важных Нераздельно связанных навыков Это то, по сути, как мы убеждаем клиента Принять свою точку зрения Ответить на вопросы, какие есть Скрыть возражения Если клиенту не подходят наши услуги Мы можем честно, в принципе, сказать Что, слушайте, вам, наверное, не к нам Мы просто не специализируемся на этом Вам надо идти куда-то там еще к конкурентам Это хорошо, потому что дальше Мы когда включим сюда систему Вы увидите, что нам нет задачи брать всех клиентов Там есть задача брать только наших клиентов Иначе, забегая вперед, сразу скажу То есть мы не теряем здесь деньги Отказывая не нашим Мы, наоборот, экономим наши деньги и время Почему? Потому что наши сотрудники И вообще мы будем сфокусированы На одной определенной части задач И мы будем, соответственно, делать их лучше всех Ну вот как ресторан взять Есть, допустим, ресторан рыбный и мясной То есть можно и то, и то соединить Но там будут, скорее всего, средние блюда Когда ты и то, и то умеешь А есть специализированный Человек идет именно туда И не беда, что если у тебя рыбный ресторан Что человек идет, который мясо хотел поесть Он к тебе не придет Ничего страшного Тебе придет человек, который рыбу хотел поесть И заплатит больше Потому что у тебя специализация и качество, соответственно, лучше И ты не будешь время тратить И квалификации поваров тебе не нужны будут такие Чтобы он мог быть виртуозом и готовить все Ты можешь взять узкоспециализированного специалиста Который замечательно справится с задачей Это уже на будущее Как организуется бизнес в целом Вот эта история Так, окей С этим, надеюсь, все понятно Следующая часть, в общем, здесь Продажи и переговоры Что мы тут делаем? Почему продажи и переговоры, естественно, связаны? Потому что продажи это и есть, по сути Ты презентуешь Люди, которые сюда пришли Вот их много Они условно встают в очередь Выстраиваются И теперь нам нужно следующую вещь сделать Нам нужно понять Стоит ли нам с каждым беседовать или нет Если у вас там большой чек И клиенты уже здесь потенциально отфильтрованы Что значит отфильтрованы? Ну, значит, что не пришли какие-то просто люди Или конкуренты пришли послушать Здесь уже люди, которым потенциально интересно В случае с квартирами мы можем Мы вообще обычно задаем три вопроса Первое У тебя должно быть больше 100 метров площадь квадратных Потому что меньше мы не работаем Не потому что мы не хотим брать Или потому что мы жадные Потому что наша система не позволяет получать экономическую выгоду От того, что мы берем меньшую площадь То есть меньше 300 тысяч рублей Мы, наша компания, не берем Вот просто такие правила Еще раз говорю, что это просто финансовая модель И человеку тут не на что обижаться Если у него нет 100 метров и 3000, например Ну, или у него 50 метров Но он готов 300-400 тысяч заплатить Тогда окей, тогда мы будем работать Вот это первый фильтр Здесь я должен это спросить Чтобы просто не общаться с теми, кому это не подходит Также в обучении У нас в целом курс по дизайну Есть дешевые курсы по дизайну Которые учат колористики, скорее всего И там эконом-кураторы что-то рассказывают И учат друг друга делать какие-то небольшие комнаты и квартиры Это тоже отлично Либо перестановку делать вместо дизайна Это тоже отлично Это тоже кому-то надо Просто у нас не об этом У нас курс достаточно Он дешевый очень, но он по рынку Он как бы один из самых дорогих Не потому что, опять же, мы жадные Потому что это качество максимально качественное Вот то, что я сейчас рассказываю Это система, которая тоже является стержнем нашего курса Которая позволяет последовательно все делать То есть, если нужен результат, то система должна быть И, соответственно, это не может стоить дешево Потому что времени и внимание каждому студенту посвящается много Поэтому у нас курсы от 100 тысяч рублей начинаются Есть дешевле? Конечно, есть, пожалуйста Так же, как и есть рестораны разные Есть Макдональдс Есть там рестораны более высокого уровня Более качественные, там, Мишленовские, допустим Тут каждый человек сам выбирает Поэтому первая часть здесь ничего страшного нет Я здесь спокойно говорю Если вам не это, вы можете взять, допустим, там Либо наших студентов, либо пойти еще куда-то То есть, студенты готовы иногда с таким же качеством То есть, наши студенты настолько хороши, что они Дают такое же качество, да, причем под моим присмотром Но могут дешевле Не потому что это хуже, а потому что они делают там первый или второй проект Вот поэтому они могут сделать это дешевле Вот поэтому если у вас меньше квартиры, либо меньше денег То можете обращаться к студентам Они сделают, я проконтролирую Второе, что я спрашиваю, это готовность сейчас Ну, время давайте назовем Когда? Потому что если человеку надо когда-нибудь, там, через сколько-то лет Да, то есть, в целом, окей Подписывайся на рассылку, получай уведомления Давай с тобой будем на связи Я закреплю за тобой менеджера И мы будем с тобой общаться Через год-два построишь квартиру, либо дом купишь И мы уже будем работать Отлично А если человеку надо сейчас, он уже ищет Ну, не вчера, да, вот у кого-то вчера бывает, да, такое Вчера, это тоже не к нам Мы не делаем срочно, спасибо, не надо Мы такого же делали, не нужно То есть, вчера и через два года, это не сюда А вот если тебе сейчас, ну, в обозримом будущем надо, там, условно, в течение месяца начать Это вот к нам, пожалуйста Вот, и третье, это, ну, стиль Стиль, допустим, интерес Ну, что мне интересно, да, будет заниматься его темой Он мне подходит тоже, и я ему подхожу То есть, это такое взаимная симпатия Давайте вот так вот это назовем Взаимная симпатия То есть, человек пришел не просто за буханкой хлеба, да, за дизайном кому-нибудь Он знает, он немножко почитал обо мне Я тоже с ним познакомился Я понимаю, что у него ценности совпадают с моими ценностями И я смогу ему оказать пользу Не в силу, там, того, что я возьму его или нет А просто я действительно смогу ему помочь Здесь тоже нет задачи гнаться, там, за всеми деньгами Это невозможно, это не нужно Я за комфортное существование, за то, чтобы приносить максимальную пользу А максимальную пользу я приношу, когда я вижу, что это мой человек И тогда все получается Ну и также клиент тоже видит Может быть, какие-то принципы работы ему не подходят Ну, то есть, допустим, он считает, что надо по-другому А не там, как у нас заведено Мы обсуждаем, естественно, все принципы И как будет вестись работа Вот, и если мы не подходим друг к другу, это нормально То есть, отпусти и иди к другому То есть, это вот здесь И наша задача здесь, на этой стадии Отфильтровать как можно быстрее тех людей, которые нам подходят Это вот из тех людей, кто пришел Допустим, к нам пришло 100 человек Вот здесь, потенциально заинтересовавшись нашей вот этой вот историей Что мы делаем дальше? Мы из них путем вот такого вот опросника, допустим, выявляем 10 человек Вот, и эти 10 человек уже у нас идут навстречу Консультация Здесь уже персональное участие Либо мое, если это дорогой клиент потенциально очень сильно интересен Либо, если я занят, это могут делать менеджеры по моей технологии То есть, тоже встречаться и обсуждать То есть, здесь наша задача уже, по сути, продать ему Ответить, что такое продажа Человек не покупает, если мы не доказали Или там, если у него есть сомнения, скажем так Сомнения мы убираем доказательства определенными Снимаем эти сомнения То есть, если человек уже дошел досюда У него в целом, как бы, нету какого-то там сопротивления не заказать Вряд ли он пришел просто посмотреть Если пришел, то, скорее всего, он просто вот этот вот не прошел фильтр Ну, обманывал этот фильтр каким-то образом Это тоже быстро вычисляется Если он пришел, можно примерно так сказать Что мы сейчас пришли, чтобы обсудить, как вы у нас купите Правильно или неправильно Вот, он, в принципе, скажет Да, наверное, так У вас, наверное, возражения Если возражений нет, тогда вот касса покупайте Ну, примерно, тут такой уже диалог складывается Если все предыдущее вы построили Если здесь приходится там его фильтровать Или еще что-то узнавать Значит, предыдущие части, ну, мы не сделали И в этом проблема возникает, ну, наша Вот, если все сделали, примерно так Он говорит, ну, да, прикольно Говорит, ну, у меня есть несколько вопросов Я хочу их вам задать, допустим, там И он задает свои вопросы Там, как происходит гарантия Как происходит там процесс работы Как согласование Как убедиться, что мне там понравится то, что вы сделали И так далее Ну, неважно У человека есть вопросы В идеале Что происходит в идеале? В идеале, во-первых, эти вопросы вы все знаете То есть идеальный продавец Или идеальный, ну, дизайнер-консультант Если у него есть уже навыки работы Он уже знает, какие вопросы задают клиенты Он уже ко всем подготовился Вот, потому что они задаются там Не в первый, не в последний раз Вот, поэтому он уже знает, что ответит У него есть заготовленные, есть некие шаблоны Которые уже присутствуют в Ну, не в папочке, в голове, как минимум Да, плюс какие-то заготовки Которые позволяют эти шаблоны Нам тут же продемонстрировать На компьютере, там, на iPad'е Где-то показать Вот, если это все есть То отлично, значит, презентация проходит Очень складно и гладко Ну, вот, как ко мне Когда приезжает клиент Вот у меня офис тут такая Офис, ну, как офис Он не для офиса, но для работы Чтобы люди работали А для того, чтобы Вот здесь мы могли встречаться и обсуждать То есть я это нормально объясняю Нормально, если человек приехал И я в меня ему отвечаю на его вопросы Даю, что ему нужно с его точки зрения Ну, с его выгодами То, соответственно, ну, чего бы ему не купить Он не купит, только если он шпионом оказался У нас фильтр здесь не сработал Вот, ну, он просто приехал там Чего-то там попытаться там, например Рассказать о своей продукции Но это быстро вычисляется И мы прощаемся Вот, а если человеку действительно надо Я говорю, хорошо, тогда вот Давайте там покупать И давайте Давайте встречаться уже для какой-то конкретики Так, ну что С этим, надеюсь, понятно В общем, есть технология Продающая консультации Когда ты не продаешь Тебе рассказываешь варианты, опции И человек покупает Да, с этой технологией тоже Вот мы работали с коучем И тоже вот это очень хорошая вещь Когда не без навязывания Ты спокойненько можешь Отстроить продающую сессию Продающую консультацию Которая на самом деле Ну, не то, что продает А просто показывает Что самое логичное и правильное решение Сделать выбор в вашу пользу Если он уже здесь Если вы угадали с клиентом Если у вас продукт качественный Если все остальное подготовлено Так, это тоже технология Продаж без продаж Которую нужно делать Нравится мне такая технология Потому что многие говорят Я вот продавать не хочу На самом деле Ну, продавать не хочу Или не люблю Или не умею Я тоже так говорил Так говорят люди Ну, по себе знаю Которые думают Что продажа это впаривание Вот впаривание Это не продажа Запомните, пожалуйста Это продажа Это, ну, то есть Ты просто объясняешь И человек Если это тот человек Которому это надо Он это берет Ну, для себя Если не тот Значит, ты либо плохо объяснил Либо у тебя продукт плохой Ну, либо ты не смог объяснить Нормально с пользой для клиента Либо клиент Какой-то шпион попался Ему это не надо Вот Также, ну, вот Дорого Тоже там обсудили Еще здесь В общем, других Каких-то вариантов нет На вот этой стадии Мы их фильтруем Надеюсь, идея понятна Да Также хочу, чтобы было понимание Что вот все это Это не волшебство Это Для каждой из этих тем Есть шаблоны, технологии И максимально детализированные разборы Да То есть Чтобы вы смогли это попрактиковать Также еще очень важная вещь Что Знать все это недостаточно Нужно именно практиковать То есть Нужны навыки Навыки переговоров Навыки презентации Навыки упаковки Просто книжку получать Не получится прочитать Как бы это и хорошо Да Потому что Ну, то есть Есть поле по внедрению Да И плохо Потому что Ну, как бы Ну Потому что Хотелось книжку почитать И все, чтобы встроилось Не работает так К сожалению Вот Но с другой стороны Да Если бы все все умели И все все делали У всех была бы мотивация Ну, с одной стороны И мир бы был совершенно другой Но вот мир такой, какой он есть Вот Поэтому Добиваются результаты Получают много денег Сколько заслуживают те Кто Зарабатывает деньги И их заслуживают То есть Мы Сколько получаем Да Столько и заслуживаем То есть В принципе Такая вот тема Она рабочая Так Следующая Следующий навык Да Навык, в общем Переговоров и продаж Да Также переговоров Мы не затронули Но в целом Переговоры возникают Когда Когда мы заключили Некий контракт С клиентом И клиент начинает Нас прожимать То есть Он-то думает Что Он клиент Он кто платит Тот заказывает музыку Это не всегда так То есть Иногда Нужно тоже здесь Быть очень Очень четким Последовательным Смелым Решительным И уметь объяснить Что клиент на данный момент Хочет больше Чем Он заплатил денег Ну то есть По сути Он хочет на халяву Получить какие-то вещи Которые Ну не надо На халяву Которые стоят денег И вот убеждение Человека Что надо заплатить Когда это надо сделать Действительно Потому что Если вы не убедитесь Что надо заплатить Он будет кататься на вас Там до конца проекта И хуже еще Ну это ладно Но получается Деньги вы недополучите И скорее всего Не доплатите Своим коллегам Своим сотрудникам Да От этого они Будут недовольны Вами А не клиентам Им-то будет казаться Что вы Ну не такой специалист Который может С клиента денег попросить А ваша прямая обязанность Как только вы начинаете Делегировать Ваша работа Наша работа Заключается в том Собственника Чтобы содержать Свою команду И компанию Это прямейшая обязанность Если ты не можешь Или стесняешься У клиента попросить деньги За то Что по факту Надо заплатить Я не говорю Что там накручивать ему деньги А просто вот Ну он просит еще один вариант Ну значит пусть заплатит Это разумно Если это по его вине Там или по его Инициативе Да А кто-то говорит Ой я вот боюсь С клиентом поговорить об этом И поэтому буду делать ему Не только себя Но и команду Потому что в данный момент Вы не профессионально Выполняете свою функцию Руководителя Вот примерно такая история Поэтому здесь будьте осторожны С переговорами Тоже надо в процессе Или когда на вас Какую-то вину пытаются навесить Когда строитель Говорит что там дизайнер Что-то не то придумал Тоже очень четко Надо ставить всех на место Если что-то идет не по вашему Пятая часть Это получается Сложные услуги Сложные услуги Что это такое Ну в дизайне Это комплектация Управления строительством И может быть даже там стройка В какой-то момент Также это может быть Авторский надзор То есть это то Где вы дополнительно Можете деньги зарабатывать То есть продажи повторные Если не в дизайне В каких-то других областях Это может быть там Девелопмент Еще что-то То есть это то Когда вы клиента получили Лояльного Вот здесь завоевали его доверие Давайте звездочку нарисуем Это будет символизировать доверие То есть следующую услугу Более дорогую Более сложную Продать достаточно легко К примеру Вы допустим сделали Какое-то тестовое Ну например написали Давайте если текст мы возьмем Ты написал статью какую-то Эту статью взял журнал Разместил И там пошли к клиенту Его клиента Покупателя И редактор который ты сделал Он уже на хорошем счету То есть этому редактору Говорит А давайте теперь Не одну статью выпускать А сделаем редакцию целую И я буду возглавлять эту редакцию То есть здесь он уже может продать Какую-то бизнес схему Принести больше денег И это будет проще сделать Потому что уже есть результат Уже есть какой-то Тестированный готовый вариант И с этим вариантом Результатом можно Двигаться дальше И человек тут доверяет Вот у нас есть тут доверие Уже клиента И главное здесь не запороть Чтобы навыков Допустим копирайтера Который написал хорошую статью Для журнала И разместил ее там Чтобы у него этих навыков Хватило Для того чтобы Простроить продажу А это вопрос уже копирайтеру Насколько он все это знает И понимает И насколько он может предложить Эту сложную услугу Так вот деньги Они кроются вот здесь на самом деле Вот все что мы делаем Кроются деньги вот здесь Потому что вот здесь ты Как бы понимаешь Какие сложные услуги у тебя есть Как ты их можешь предложить И как ты их можешь реализовать Многие редакторы Дизайнеры очень сильно боятся Или стесняются Они говорят что Вот мы не знаем То есть мы делаем свое дело И дальше не лезем То есть дальше это уже ответственность Строителей или кого-то еще А надо брать ответственность на себя Не бояться Но не бесплатно А брать за это деньги То есть объяснять пользу Что ты будешь допустим Контролировать стройку Ты будешь привозить материалы Ты будешь отвечать за строителей То есть может быть Генпатрэд даже взять И зарабатывать за это деньги Это нормально И клиент с удовольствием заплатит А те кто не заплатит Они не будут требовать Потому что большая проблема Заключается в том Что клиент говорит Ну давайте Это мы не будем покупать Тогда у вас есть Право сказать ему Ну тогда вы сами будете Это контролировать Вот вам чеклист Допустим По закупке материалов Чаще всего клиенты Поступают не так Они с помощью Манипуляции переговоров Заставляют дизайнера За свой счет Бесплатно допустим Принимать материалы И по сути Выполнять функцию клиента За которую он не заплатил И вот так вот получается Очень часто Чтобы этого не происходило Значит смотри пункт 4 И смотри пункт 5 По созданию сложных узлов И систематизации Это тоже навык То есть видеть Правильные схемы По созданию бизнеса Это навык Который необходимо Также развить И тогда придут деньги Тогда будет это все работать Шестая тема Это Сотрудники Команда Команда Сотрудники Мотивация Мотивация Систематизация Система Документы Автоматизация Что здесь самое главное Самое главное Мы берем на себя любимого И выводим из оперативной деятельности Деятельность Де-я-те-ль-ность Это тот счастливый момент Но не полностью Мы оставляем только верхушку Мы как капитан Управляем кораблем И корабль плывет по морю Куда-то к счастью Все остальное делает наша команда Мы как капитан Уже управляем Говорим куда плыть И делаем какие-то основные вещи Допустим если это премиальный клиент Либо если мы занимаемся Допустим созданием идеи Мы придумываем идею с командой И дальше команда уже воплощает Это то что позволяет Вытащить нас из операционной деятельности То что позволяет нам масштабироваться Думать над масштабом Работать над всеми другими навыками И наша работа Вы будете смеяться Но наша работа по сути является отдых В разных странах Набираемся вдохновение Для этого Изучаем различные другие Посещаем курсы, тренинги, материалы Для чего? Для того чтобы быть более эффективным руководителем Потому что вся команда Она равняется на компетанах На нас Если у нас получается Мы здесь стагнируем То и команда тоже будет нами недовольна И потом либо сами они уйдут в свое плавание Будет бунт И соответственно вы останетесь один И они пойдут своим путем Поэтому наша работа Это работа Это не привилегия Это работа развиваться Мы должны здесь учиться Двигаться дальше Мотивировать команду И налаживать системы То есть здесь еще очень важная тема Есть систематизация Что такое систематизация Это когда ты за счет повторяющихся действий За счет разработки культуры и стратегии работы Делаешь так, чтобы все члены команды Вот я здесь сделаю Это этапы допустим работ И члены команды Они между собой сами знают Как взаимодействовать То есть у них есть последовательность этапов И они знают как между собой Без вас, без капитана Взаимодействовать А капитан только смотрит по отчетам Раз в месяц происходит Ну или там раз в неделю То есть есть еженедельные да еще летучки Значит вы проводите отчеты Смотрите как происходит процесс Все ли идет по плану Если что-то не по плану Вы сверяете Если по плану То все отлично Все молодцы Идем дальше И дальше система сама начисляет Штрафы, бонусы, проценты Ну штрафы можно не начислять Потому что таких людей Ну нормальных А их мотивирует больше не штрафы А бонусы Вот и система сама Выявляет наиболее качественных Наиболее результативных исполнителей И за счет бюджета Который приходит от проекта Выделяем какой-то процент И даем им тоже денег Тоже даем это не мы То есть мы никогда никого Сами не говорим Что вот это тебе за что-то Потому что ты хороший Здесь система вычисляет Кто эффективнее работает И им добавляет Справедливые бонусы Чтобы было всем приятно и здорово Это вот все мы настраиваем здесь Когда у нас уже здесь доход Более-менее нормальный Когда мы разобрались с продуктом С продажами, с переговорами С всем остальным У нас есть сотрудники И вот здесь мы это налаживаем Будет большая ошибка Как бы вот уже сюда Например идти Пока у нас не сформированы Какие-то основные базовые вещи То есть здесь можно утонуть То есть это надо делать параллельно Но постепенно Не в максимальной детализации Нельзя сесть и написать Там 150 документов Для всей студии Сразу же И потом их внедрять Так не работает То есть внедряется сначала 10 документов Потом на них еще 10 настраивается Потом еще 10 Ну и так далее Так мы разрастаемся Вот для управления моей компанией На данный момент по дизайну Использовать 150 документов Это такая Как будто практически франшиза Где все моменты прописаны И менеджера То есть моя работа По сути обучить менеджеров Управлять частями Вот этой вот части Системы Кто-то нанимает людей Кто-то работает с проектами Кто-то занимается продвижением Кто-то занимается Общей логистикой Допустим Если образцы нужны Ну и так далее То есть каждый занимается Своим делом И это хорошо Так ну и седьмое Это навык Навык построения Навык написания документов Навык построения команды И мотивации Это тоже навык Который стоит себе развить Что такое навык То есть ты должен знать И понимать Как реагируют люди Как они вообще живут Как они мыслят И уметь использовать Их желания Для того чтобы Они росли Тоже по этому пути Вот здесь вот основная Кстати позиция Хочу рассказать Почему люди будут с нами Очень частый вопрос Почему Некоторые люди уходят Наши сотрудники Особенно самые лучшие И что-то делают свое Либо не делают то Что мы хотим Ответ кроется вот здесь Потому что вот здесь сотрудники У каждого из них есть тоже У каждого человека Есть вот этот путь Который мы обсуждаем Вот эта вот система И каждый из них Хочет себе Какое-то удовольствие И счастье Вот этот план Каждый видит свое развитие Если вы руководитель Сейчас находитесь вот здесь То есть всегда сотрудник Который находится в самом начале Его следующий уровень Будет вот этот И ключевое здесь В мотивации Дать ему ступени Инструменты Как он может максимально быстро Каждый из этих сотрудников Максимально быстро расти В плане и финансов Кому это важно И в плане Именно навыков Кто хочет стать более крутым По сути то Что мы даем им План развития И помогаем им Достигнуть этих целей своих И фиксируем результаты Если мы это делаем То такой сотрудник С нами будет навсегда Пока мы даем ему Какие-то плоды Вот эти для Уверенности в себе И для работы Именно поэтому Мы должны становиться лучше Каждый раз Чтобы нас никто Из команды не догонял А наоборот всегда было Равнялся на лидера Всегда чтобы была возможность Показать Что там есть еще дальше Дальше И путь вот этот не ограничен Да там миллионом даже То есть там в целом Можно строить дальше И идти дальше Вот поэтому Мы как капитан Должны расти И подтягивать сотрудников Тогда они будут с нами Дальше находиться Они будут с нами Ну если не навсегда То на очень надолго На может быть десятилетие Вот А может быть и более Так И когда это все происходит Вот здесь вот у нас У нас уже есть известность Известность Не есть А мы можем Отдельно этим заниматься Потому что это одна из технологий Тоже Как бы понимание Свой личный бренд Тоже человека нарисую Бренд напишу В чем суть В том что Вот то что я сейчас рассказал Это мы Как бы становимся И как личность Мы становимся интересной личностью Когда мы Вот все это понимаем И у нас есть навыки Потому что по каждому Какому-то варианту Мы можем дать там совет Рекомендации У нас есть инструменты Шаблоны То есть мы по сути Помогаем людям Мы делаем этот мир лучше Не только через наши Профессиональные качества Но и в целом Вот по жизни Мы становимся хорошим Таким специалистом Который готов помогать Вот в этом плане У нас образуется Личный бренд Да Его можно тоже Показывать как Через ценности свои И через это Мы тоже будем Привлекать людей Не по Обязательно профессиональным Каким-то вещам А по ценностям К примеру Ну вот если Очень часто бывает так Что человек Когда вот здесь Вот на лид-генерации Вот здесь Ищет себе Допустим Специалиста С кем он будет работать Он ищет где Он ищет по рекомендациям Вот здесь По социальным И вот здесь Вас будут рекомендовать Даже не клиенты Вот это самое важное Не клиенты А те Которые просто видели Либо смотрели Либо знакомились с вами Вы как-то где-то Ну краем Так вот Совсем-совсем Не акцентно сказали Что вы дизайном Допустим занимаетесь А он просто Ему понравилось С вами общаться Допустим Вы красивая девушка Симпатичная И умная Да Либо молодой человек Да тоже сообразительный И просто человек Вас запомнил Именно поэтому Потому что вы как человек Хороший И вот здесь Он будет Либо сам заказывать Потому что вы как человек Хороший Либо посоветует Вас кому-то еще При этом он не знает Качество дизайна И качество своего продукта То есть Здесь вот идет связка Такая в личном бренде Что хороший человек Он не может сделать Плохой продукт Это невозможно Это вот такая Как бы логическая связь Ну то есть Человек с ценностями Которые транслируют То есть Это очевидно Что внутри Не может быть плохо Да очень То есть есть мошенники Конечно Но это как бы очень такой вверх должно быть, не знаю, актерского мастерства, да, в целом вообще в жизни люди, они как бы больше положительные, нежели отрицательные, и именно поэтому наша интуиция нам подсказывает, стоит ли доверять этому человеку или нет. Вот я сейчас рассказываю же эту модель, да, я же как бы вам, ну, ничего не впариваю, ничего не говорю, то есть я даже не заставляю, не прошу вас купить ничего, просто если вы чувствуете, например, что это подходит, то вы сами сделаете, знаете, что делаете, да, нажмете на ссылку, вот, если не нажмете, тоже отлично, да, значит тоже хорошо, но я, по крайней мере, честен с собой, честен с вами, я показываю систему, я даю, ну, вам, надеюсь, пользу, да, какую-то по этой системе, и вы, у вас как бы картина мира расширяется, скорее всего, возможно, вам будет это полезно, возможно, вы сами воспользуетесь либо моими услугами по дизайну, либо по обучению, либо это вот книгу приобретете, либо мини-курс, возможно, посоветуйте кому-то еще, вот примерно здесь так работает, вот, по сути, сейчас идет как бы объяснение, рассказ о том, как вот бренд помогает в том числе продавать, и вот эти продажи, они самые лучшие, потому что тебе не надо ничего объяснять, ты просто дал какую-то пользу людям, люди подумали, что ты нормальный, и дальше посоветовали тебя дальше. Здесь известность, здесь же идет вип-клиенты, на вот самые лучшие клиенты, самые дорогие, они приходят именно таким образом, когда вас кому-то посоветовали, и человек чем более статусного, высокого уровня, тем меньше он там будет набирать в интернете на компьютере где-то что-то, то есть работает именно здесь личный бренд и работа по ценностям, подходит, не подходит. И также здесь еще есть масштаб, масштабирование. Если вы все сделали правильно, особенно шестой моды, то вот в седьмом, в седьмой части, и вот пятой, кстати, отработали какую-то схему хитрую, да, то вы можете, используя пятые и шестые наработки, масштабировать. К примеру, вот я уже запустил обучение и написал книгу, то есть книга это у меня отдельный проект стал, и обучение отдельный проект, помимо дизайн студии. Вот, это у меня уже идет здесь, через личный бренд, и масштабирование идет моей вообще всей экосистемы по дизайну, вообще в целом я этой занимаюсь историей, целиком именно индустрию дизайна беру, потому что она мне нравится, да, и развиваюсь там и для клиентов, и для начинающих дизайнеров, есть курсы, как создать и как стать дизайнером с нуля, есть для опытных, это как зарабатывать больше, как построить себе личный бренд, есть для тех, кто хочет бизнес построить, компанию, студию, как это сделать максимально быстро. Также я работаю для поставщиков, тут к этому всему присоединяются еще поставщики и партнеры, как им тоже правильно сформулировать себя и показывать это потенциальным клиентам, дизайнерам, как это все выстроить. И все это дело работает в совокупности. Вот это вот, это именно такая синергия получается и известность, она вот достигается здесь. Вот это путь, система Орехова, да, в чем она заключается? В том, что есть некий путь из семи навыков, потом, когда у вас есть эти навыки, есть, давайте еще одну историю сделаем, когда есть эти навыки, давайте навыки плюс поставлю, навыки, они есть. У вас есть цель, плюс цель поставлю, и что нужно, это инструменты. Инструменты. А инструменты, ну, в моем случае, в моем случае, это либо наши курсы, в которых я учу это все делать, либо это книга, в которой ты можешь прочитать, либо вот это вот, как бы, понимание, как курсы. Не обязательно ко мне идти, я там не хочу вам там, условно, если вам это не надо, не близко, не хочу, чтобы это было прям заставлять, просто те, кому близко, интересно и здорово, по ссылке под этим видео будут подробные описания, и вы сможете понять, как вот эта система применяется к каждому моему продукту, и как я там все это дело реализую. Если вам было понятно, интересно, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Если есть какие-то вопросы, то задавайте, мне было тоже безумно приятно с вами пообщаться, посмотреть. Если вы захотите приобрести какой-то из наших продуктов, то внизу будет ссылочка в описании. Спасибо вам за просмотр, если вам понравилось видео, делитесь им с друзьями, ставьте колокольчик, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, иначе система YouTube и Instagram и другие не видят и не помогают этому видео продвигаться. В общем, если вам было полезно, сделайте это полезно и для других людей. Спасибо, с вами был Станислав Орехов, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok